Ребята, всем привет! А сегодня вы увидите, как я крашу этот замечательный танк Т-70. Это новинка от звезды. А купить вот такую модель вы можете в магазине Модельная Лавка. По промокоду Даша у вас будет скидка в 10%, а по промокоду, который вы видите на экране, вы получите скидку в 200 рублей на свой первый заказ. А пока я грунтую модель, я хочу объяснить название этого видео. И действительно, проблема окраски обычных советских танков в моделистской среде висит уже давно. И было сломлено немало копий в спорах о том, какой же оттенок зеленого цвета по-настоящему каноничен. В интернетах даже существует мем о производителе красок Акан, который утверждает, что именно его оттенок 4БО является самым правдивым. И 4БО – это шифр или название того самого зеленого цвета, которым по преданию красили советские танки во время Великой Отечественной войны. А перед тем, как собственно красить модель танка Т-70 в этот пресловутый цвет 4БО, я вначале загрунтую модель фиолетовым грунтом от фирмы ОМО. И я не очень люблю этот грунт, потому что с ним очень тяжело работать. И думаю, такой оттенок идеально подойдет любителям Вархаммера, где очень много пестрых и неестественных цветов. А для обычной техники я предпочитаю либо черный, либо серый грунт. Но мне же надо было закончить этот самый фиолетовый грунт, не выкидывать же его. А после грунта я нанесу на модель искусственные тени черным цветом. Там, где по логике должно быть больше затемненных мест. И в частности на нижней поверхности корпуса, и в пространствах между опорными и поддерживающими катками. И вернемся к правильному зеленому цвету. Ну как узнать правильный исходный цвет исторической машины? Тут можно обратиться к фотографиям. Но, к сожалению, во время Второй мировой войны цветных фотографий было мало. А даже, я бы сказала, большая редкость. А фотографировать на цветную пленку такой рядовой танк, как Т-70, никто бы и не догадался. Облуждать в оттенках серого цвета мне не очень хочется. Хотя, может быть, нейросети когда-нибудь смогут определить нужный оттенок. А пока я тут с вами проводила мысленное расследование, я начала окраску модели танка Т-70 в базовый зеленый цвет. В тот самый пресловутый 4 Боа. И для этого я применила краску новой российской фирмы, Джим Скейл. И ее основатель попросил меня попробовать его новый оттенок, советского зеленого цвета. И этот Т-70 оказался отличным подопытным. Краски от Джим Скейл это классические акрилы. И со всеми присущими этому типу красок достоинствами и недостатками. Они не пахнут и отлично идут под аэрограф без всякого разбавления. Но налипают на иглу. И поэтому иногда при долгих окрасочных работах приходится эту иглу прочищать. А насколько я довольна получившимся оттенком, я вам скажу чуть позже. Этот вопрос очень спорный и однозначного ответа на него нет. А после окраски в основной цвет я добавлю в базовый 4 Боа Джим Скейл немножко желтого цвета от фирмы Pacific 88. И как видите, эти краски очень хорошо дружат между собой. И вот таким цветом я немножко высветлю по поверхности танка, чтобы придать ему большего объема. После того, как основной цвет высох, или то, что я называю этим цветом, я приступаю к тонкой работе кисточкой. И мне надо окрасить ходовую часть танка. Я собрала танк полностью и крашу его в сборе. И при такой тактике есть свои плюсы и минусы. И к минусам я бы отнесла необходимость делать свою работу очень точно и долго. Окрасить любую деталь аэрографом будет в разы быстрее, нежели кистью. Но зато мне не надо будет напрягаться при работе с суперклеем. Ведь окрашенную поверхность может взять только клей по типу супермомента. И тут есть свои риски, ведь клеем можно повредить пластик и также предыдущие окрашенные слои. Обратите внимание, что во время работы над моделью я разместила танк на свою любимую танкодержалку. И внутри модели я разместила магнит. А на самой держалке тоже он есть. И таким образом модель прочно держится на подставке. И ее очень удобно крутить во время работы. Но к сожалению такая танкодержалка это мой эксклюзив. И ее сделал для меня специально мой подписчик. А ручные работы я произвожу украинскими красками от фирмы ICM. И не знаю как успешно в сегодняшних реалиях ICM продолжает развивать свое красочное направление. Но в России они перестали поставлять свои краски. И по соотношению цена-качество это были одни из лучших красок под кисть. Есть конечно вариант закупать ICM через Беларусь. Но тогда их цена повысится. И смысла в этих красках уже не будет. Ведь есть неплохие российские аналоги за адекватные деньги. А второй вариант это обратиться к экспонатам, которые выставляются в музеи. И один из них я запечатлела в музее Парка Патриот. Этот Т-70 выглядит странновато. Вернее его цвет. Он окрашен в темно-зеленый цвет. Переходящий чуть ли не в черный. Конечно тут может так работать не очень хорошее освещение. Ведь танк находится внутри помещения. И при дневном свете он мог бы выглядеть иначе. Также два образца Т-70 находятся в музее техники Вадима Задорожного. И кстати с одного из них и были сняты мерки для создания этой модели. А еще один танк Т-70 сохранился на выставке военной техники на территории Нижегородского Кремля. И что неудивительно. Ведь Горьковский автозавод прочно связан с танком Т-70. После просмотра исторических экспонатов не получится определить истинный цвет советских танков. Взять тот же Т-70 из музея Парка Патриот. Он как и вся советская техника был перекрашен перед оформлением новой экспозиции. Впрочем танки окрашены такое чувство, что масляной краской. И блестят будто это не Т-34 или Т-70, а Феррари или Ламборгини. Так что вариант с музейными экспонатами отпадает. По многим можно лишь изучать материальную часть. В плане расположения болтиков, крючков и прочей мелочевки. И я хочу вернуться к расово-верному оттенку 4БО от Акан. И напомню, что производитель утверждает, что он провел серьезное исследование. Именно его 4БО абсолютно верны. Может быть это и так, но тут есть нюансы. Допустим, что Акан вывел идеальный 4БО. Но как нам в этом удостовериться? Ведь выше я уже писала, что это не очень таки возможно. Допустим, автор красок изобрел машину времени и попал в малярный цех советского танкового завода. Где-нибудь в 42-м году. Взял баночку правильной краски. И уже в наше время стал ее разливать в удобный для моделиста тару. А если взять эту краску и залить в аэрограф. И покрасить модель, то мы получим очень темный, почти черный кусочек пластика. И тут стоит вопрос масштаба. Ведь чем мельче масштаб, тем светлее нужно делать краску. То есть надо уже самостоятельно ее мешать и разводить. А это значит, что существует большая вероятность ошибиться в пропорциях и получить не тот самый 4БО. И это я уже не беру в расчет вопрос выгорания краски в процессе эксплуатации танка. И также различных оттенков, которые применялись в разное время на разных заводах. И насколько сильно контролировался оттенок краски специалистами отдела технического контроля завода. Ведь мне что-то подсказывает, что года так до 44-го у них были дела поважнее. И что же я хочу этим сказать, что правильный каноничный зеленый оттенок советской танковой краски у вас никогда не получится сделать. Ведь моделист это тоже художник. И как видит моделист определенную технику, такой оттенок он и красит. Ведь я художник и я так вижу. И обратите внимание, что этот Т-70 у меня получился слишком ярким что ли. Это и не хорошо и не плохо. Это имеет место быть. Вот вам, например, как Т-70 выглядит рядом с Су-100, которую я покрасила тоже в оттенок 4БО, но только от фирмы Pacific 88. И вы видите, насколько велика разница. И ведь они оба верны. А вы тоже так думаете? И вернемся к окраске танка Т-70. Я кисточкой окрасила шансовый инструмент, трос и брезентовый тент. А при помощи губки для мытья посуды я нанесу на модель танка немножко сколов. И очень рекомендую я вам заглянуть в мои социальные сети. Например, в мой телеграм-канал. Там вы сможете оперативно отслеживать мои новые видео на всех моих платформах. А также в телеграме есть чат моделистов, где я и более 100 постоянных участников помогут вам в освоении нашего хобби. А на данном канале выходят статьи о новостях моделизма, видео с моими экспедициями и много другого контента, которого нет на ютюбе. А если вы хотите поддержать мое творчество, то добро пожаловать на Бусти. А после всех ручных работ я нанесу на модель глянцевый лак, чтобы было удобнее сделать на модели смывку и перенести декали. А также защитить предыдущие окрасочные работы. Для зеленого цвета отлично подойдет смывка коричневого цвета. А для удобства ее нанесения я смажу модель white spirit. Потом уже на такую подготовленную поверхность кисточкой наношу смывку. Неистребимый сранчой называл Т-70 немецкий танковый аз Отто Кариус, пораженный массированным применением в малых танках в пехотных порядках при попытке атаковать немецкую оборону. И благодаря простоте конструкции и удивительной ремонтопригодности, советские легкие танки неиссякаемыми волнами накатывались на вражеские позиции. И там, где обнаруживалась слабина, помогали пехоте прогрызать, просачиваться, протечь за линию фронта, заставляя пять за пятью освобождать нашу землю. Вспоминая слова историка Алексея Исаева, любой танк чрезвычайно опасен для пехоты. Пусть эти малыши не были звездными сценой, но именно они оказались там, где был нужен был танк. Любой, неважно какой, настоящая рабочая лошадка. Конечно, столкнись 70-ка даже со средним немецким танком в поле, скорее всего, его участь была бы уже решена за минуту. Но ведь в том и предназначение танка – обойти, просочиться, напасть на того, кто не даст дачи, разгромить тыл и отрезать снабжение. Поэтому любой танк, повторю, опасен для пехоты, как ни что другое. Даю смывки подсохнуть около часа, а излишки смываю тоже смоченные уайтспирите кисточкой и также ватной палочкой. Только при работе с ватной палочкой будьте аккуратней, она может оставлять ворсинки. И также я на модель нанесу декаль в виде тактического башенного знака. И после всех этих манипуляций покрою модель матовым лаком. Приемом масляной точки я придам модели шарма, побывавшей на поле боя машины. Субтитры сделал DimaTorzok А сухой кистью я выделю рельеф модели. Тут я использую смесь масляных красок желтого и болотного оттенков. Поработаю пигментами. Ржавым пигментом придам глушителю немножко выразительности. Но после этой моей манипуляции он стал выглядеть как глушитель у старого трактора. А пигментами пыльного оттенка сделаю модель танка пыльной. Как это бы странно не звучало. Субтитры сделал DimaTorzok И вот такая модель у меня получилась. Надеюсь вам понравилось. Напишите об этом в комментариях. А также не забывайте переходить на мои социальные сети. Такие как группы ВКонтакте. Где я часто кстати публикую фотографии с анонсами моих будущих видео. И также не забывайте подписываться на Дзен и мой телеграм-канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok